Совсем недавно принят закон об основах общественного контроля. В связи с этим в общественной палате обсудили формирование новой идеологии и культуры защиты прав человека. Участники обсудили имеющиеся на сегодня день достижения правозащитников и наметили дальнейшие пути развития. Интересным предложением стало возродить молодежное правительство Москвы, чтобы привлечь молодых специалистов. Этот орган уже был при Юрии Лужкове и занимался исключительно молодежной политикой столицы. Сам закон закладывает основы общественного контроля. И понятно, что для того, чтобы общественный контроль получил должное развитие, необходимы поправки в десятки федеральных законов, сотни, может быть, подзаконных актов. И, естественно, будет разрабатываться и идет разработка региональных законов об общественном контроле. Повышение финансовой и правовой культуры стало неотъемлемой частью нововведений. Ведь каждый человек должен иметь базовые знания о том, как платятся налоги и куда уходят деньги. Имеющаяся на данный момент система защиты прав человека устарела. Чтобы вывести ее на новый уровень, необходимо подготовить тренеров для НКО, повышать их профессионализм и наладить взаимодействие правозащитных организаций с правоохранительными органами. При действующих законах в России сложно отстаивать права человека. Власть порой заходит в тупик во многих вопросах. Поступило предложение отказаться от идеологии западных стран и разработать собственные стандарты правовой защиты населения в целом. Работа была сделана достаточно большая, проведен целый ряд мероприятий в регионах. И вот даже постановка задачи по новой идеологии правозащитного движения, она достаточно серьезно всколыхнула правозащитную юридическую среду и в том числе представителей правоохранительных органов, органов государственной власти, местного самоправления. Не обошли стороной и вопрос коррупции. Статистика показала, что большинство молодых людей могут попасть на работу, либо если у них есть связи, либо по коррупционной лестнице. За последние несколько лет из России уехали работать за границу более полумиллиона специалистов, которые не нашли себя здесь и откликнулись на предложения западных стран. Все участники заседания согласились, что работу по данному вопросу необходимо продолжить в ускоренном темпе, ведь каждый человек должен знать, как защитить свои права и что требовать от государства.